Итак, уважаемые граждане, предупреждаю сразу, то, что вы услышите, достаточно непонятно. И если вы не готовы подумать над некоторыми вопросами, то и не надо дальше слушать. Зачем задаваться трудными вопросами, ведь жизнь и так сложна. Итак, приступим. Приступим к изучению довольно серьезной статьи, написанной Владиславом Сурковым. Долгое государство Путина. Честно признаюсь, сама лично изучая, читая его строки, признаюсь, не всегда понимаешь, о чем автор хочет сказать, выражаясь далеко не поэтическим легким слогом. По этой причине, мне кажется, что вся шумиха забугорных политиков связана с тем, что Windows Translator, как всегда, весьма усугубил непонятность им текста, оставив понятные им только словосочетания. Сами знаете, какие. Итак, начинаем. Текст опубликован в несвоящемой газете. Народ, то есть мы, должны знать, что Сурков написал в статье на самом деле. Начали. Владислав Сурков. Долгое государство Путина. О том, что здесь вообще происходит. Итак, начинаем. Это только кажется, что выбор у нас есть. Поразительные по глубине и дерзости слова, сказанные полтора десятилетия назад, сегодня они забыты и не цитируются. Но по законам психологии, то, что нами забыто, влияет на нас гораздо сильнее того, что мы помним. И слова эти, выйдя далеко за пределы контекста, в котором прозвучали, стали в итоге первой аксиомой новой российской государственности, на которой выстроены все теории и практики актуальной политики. Иллюзия выбора является важнейшей из иллюзий коронным трюком западного образа жизни вообще и западной демократии в частности, давно уже приверженной идеям скорее Барнума или Клисфина, что для меня непонятно. Отказ от этой иллюзии в пользу реализма, предопределенности привел наше общество вначале к размышлениям о своем, особом, суверенном варианте демократического развития, а затем и к полной утрате интереса к дискуссиям на тему, какой должна быть демократия и должна ли она в принципе быть. Открылись пути свободного государственного строительства, направляемого не импортированными химерами, а логикой исторических процессов, тем самым искусством возможного. Невозможный, противоестественный и контристорический распад России был, пусть и запоздало, но твердо остановлен. Обрушившись с уровня СССР до уровня РФ, Россия рушится, прекратила. Начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов. Нескромная роль, отведенная нашей стране в мировой истории, не позволяет уйти со сцены или отмолчаться в массовке, не сулит покоя и предопределяет непростой характер здешней государственности. И вот государство Россия продолжается и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было. Оформившееся в целом к середине нулевых, оно пока малоизучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, показывают, что именно такая органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь предстоящий век. Русской истории известны таким образом четыре основные модели государства, которые условно могут быть названы именами их создателей. Государство Ивана Третьего, Великое Княжество, Царство Московское и всея Руси, 15-17 века. Государство Петра Великого, Российская империя, 18-19 века. Государство Ленина-Сталина, Советский Союз, 20-й век. Государство Путина, Российская Федерация, 21-й век. Созданные людьми, выражаясь по-гумилевски, длинной волей, это большие политические машины, сменяя друг друга, ремонтируясь и адаптируясь на ходу, век за веком обеспечивали русскому миру упорное движение вверх. Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди. Так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина. Подобно тому, как современная Франция до сих пор называет себя пятой республикой Деголя, Турция, при том, что власти там сейчас антикемалисты, по-прежнему опирается на идеологию шести стрел от Ататюрка, а Соединенные Штаты Америки и поныне обращаются к образам и ценностям полулегендарных отцов-основателей Америки. Необходимо осознание, осмысление и описание путинской системы властвования и вообще всего комплекса идей и измерений путинизма как идеологию будущего. Именно будущего, поскольку настоящий Путин едва ли является путинистом. Так же, как, например, Маркс не марксист. И не факт, что согласился бы им быть, если бы узнал, что это такое. Но это нужно сделать для всех, кто не Путин, а хотел бы быть как он, для возможности трансляции его методов и подходов в предстоящие времена. Описание должно быть исполнено не в стиле двух пропаганд, нашей и не нашей, а на языке, который и российский официоз, и антироссийский официоз воспринимали бы как умеренно еретический. Такой язык может стать приемлемым для достаточно широкой аудитории, что и требуется, поскольку сделанная в России политическая система пригодна не только для домашнего будущего. Она явно имеет значительный экспортный потенциал. Спрос на нее или на отдельные ее компоненты уже существует. Ее опыт изучают и частично перенимают. Ей подражают как правящие, так и оппозиционные группы во многих странах. Чужеземные политики приписывают России вмешательства в их выборы и референдумы по всей планете. В действительности дело еще серьезнее. Россия вмешивается в их мозг, и они не знают, что делать собственным измененным сознанием. С тех пор, как после провальных 90-х наша страна отказалась от идеологических займов, начала сама производить смыслы и перешла в информационные контрнаступления на Запад, европейские и американские эксперты стали все чаще ошибаться в прогнозах. Их удивляют и бесят паранормальные предпочтения электората. Растерявшись, они объявили о нашествии популизма. Можно сказать и так, если нет других слов. Между тем, интерес иностранцев к русскому политическому алгоритму понятен. Нет пророка в их отечествах, а все сегодня с ним происходящее Россия давно уже напророчила им. Когда все еще были без ума от глобализации и шумели о плоском мире без границ, Москва внятно напомнила о том, что суверенитет и национальные интересы имеют значение. Тогда многие уличали нас в наивной привязанности к этим старым вещам, якобы давно вышедшим из моды. Учили нас, что нечего держаться за ценности 19 века, а надо смело шагнуть в век 21, где будто бы не будет никаких суверенных наций и национальных государств. В 21 веке вышло, однако, по-нашему. Английский Brexit, американский Make America Great Again, антимиграционное отгораживание Европы – лишь первые пункты пространного списка повсеместных проявлений деглобализации, ресуверенизации и национализма. Когда на каждом углу восхваляли интернет как неприкосновенное пространство ничем не ограниченной свободы, где всем якобы можно все и где все якобы равны, именно из России прозвучал отрезляющий вопрос к одурачному человечеству. «А кто мы в мировой паутине? Пауки или мухи?» И сегодня все ринулись распутывать сеть, в том числе и самые сводолюбивые бюрократии, и уличать Фейсбук по творчестве иностранным вмешательствам. Некогда вольное виртуальное пространство, разрекламированное как прообраз грядущего рая, захвачено и разграничено киберполицией и киберпреступностью, кибервойсками и кибершпионами, кибертеррористами и киберморалистами. Когда гегемония гегемона никем не оспаривалась, и великая американская мечта о мировом господстве уже почти сбылась, и многим померечился конец истории с финальной ремаркой «Народы безмолвствуют!» В наступившей было тишине, а вдруг резко прозвучала мультинская речь Путина. Тогда она показалась диссидентской. Сегодня же все в ней высказанное представляется само собой разумеющимся. Америкой недовольны все, в том числе и сами американцы. Не так давно малоизвестный термин «dering devlet» из турецкого политического словаря был растиражирован американскими медиа в переводе на английский, прозвучав как «deep state» и уже оттуда разошелся по нашим СМИ. По-русски получилось «глубокое» или «глубинное государство». Термин означает скрытую за внешними выставленными на показ демократическими институтами жесткую, абсолютно недемократическую сетевую организацию реальной власти силовых структур. Механизм на практике действующий посредством насилия, подкупа и манипуляции, не спрятанный глубоко под поверхностью гражданского общества на словах, лицемерно или простодушно, манипуляцию, подкупы, насилия осуждающего. Обнаружив у себя внутри малоприятное глубинное государство, американцы, впрочем, не особенно удивились, поскольку давно о его наличии догадывались. Если существует «deep net» и «duck net», почему бы не быть «deep state» или даже «duck state»? Из глубин и темнот этой непубличной и неафишируемой власти всплывают изготовленные там для широких масс светлые миражи демократии, иллюзии выбора, ощущения свободы, чувства превосходства и прочие чудеса. Недоверие и зависть, используемые демократией в качестве приоритетных источников социальной энергии, необходимым образом приводят к абсолютизации критики и повышению уровня тревожности. Хейтеры, тролли и примкнувшие к ним злые боты образовали визгливое большинство, вытеснив с доминирующих позиций некогда задававший совсем другой тон достопочтенный средний класс. В добрые намерения публичных политиков теперь никто не верит, им завидуют и потому считают людьми порочными, лукавыми, а то и прямо мерзавцами. Знаменитые политографические сериалы «От босса до карточного домика» соответственно рисуют натуралистические картины модных будней истеблишмента. Мерзавцу нельзя дать зайти слишком далеко по той простой причине, что он мерзавец, а когда кругом предположительно одни мерзавцы, для сдерживания мерзавцев приходится использовать мерзавцев же. Клин клином, подлеца подлецом вышибают. Многоточие. Мнеется широкий выбор подлецов и запутанные правила, призванные свести их борьбу между собой к более-менее ничейному результату. Так возникает благодетельная система сдержек и противовесов – динамическое равновесие низости, баланса жадности, гармония плотовства. Если же кто-то все-таки заигрывается и ведет себя дисгармонично, бдительное глубинное государство спешит на помощь и невидимой рукой, я бы сказал, щупальцей, утаскивает отступника на дно. Ничего страшного в предположенном изображении западной демократии на самом деле нет. Достаточно немного изменить угол зрения, и станет опять не страшно. Но осадок остается, и западный житель начинает крутить головой в поисках иных образцов и способов существования, и видит Россию. Наша система, как и вообще наше все, смотрится, конечно, не изящнее, зато честнее. И хотя далеко не для всех слово «честнее» является синонимом слова «лучше», «оно не лишено притягательности». Государство у нас не делится на глубинное и внешнее. Оно строится целиком, всеми своими частями и появлениями наружу. Самые брутальные конструкции его силового каркаса идут прямо по фасаду, не прикрытые каким-либо архитектурными излишествами. Бюрократия, даже когда хитрит, делает это не слишком тщательно, как бы исходя из того, что все равно все все знают и понимают. Высокое внутреннее напряжение, связанное с удержанием огромных неоднородных пространств и постоянное пребывание в гуще геополитической борьбы, делает военно-полицейские функции государства важнейшими и решающими. Их традиционно не прячут, а наоборот демонстрируют, поскольку Россией никогда не правили купцы, почти никогда, исключение несколько месяцев в 1917 году и несколько лет в 1990-х, считающие военное дело нижеторгового и сопутствующие купцам либералы, учения которых строятся на отрицание всего, хоть сколько-нибудь полицейского. Некому было драпировать правду иллюзиями, стыдливое задвигая на второй план и пряча поглубже имманентное свойство любого государства быть орудием защиты и нападения. Глубинного государства в России нет. Оно все на виду, зато есть глубинный народ. На глянцевой поверхности блистает элита. Век за веком активно надо отдать ей должное, вовлекающее народ некоторые свои мероприятия, партийные собрания, войны, выборы, экономические эксперименты. Народ в мероприятиях участвует, но несколько отстраненно, на поверхности не показывается, живя в собственной глубине совсем другой жизнью. Две национальные жизни, поверхностная и глубокая, иногда проживаются в противоположных направлениях, иногда в совпадающих, но никогда не сливаются в одну. Глубинный народ всегда о себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия. Непонимание, кто он, что думает и чего хочет, часто приходит внезапно и поздно, и не к тем, кто может что-то сделать. Редкие обществоведы возьмутся точно определить, равен ли глубинный народ населению, или он его часть. И если часть, то какая именно? В разные времена за него принимали то крестьян, то пролетариев, то беспартийных, то хипстеров, то бюджетников. Его искали, в него ходили, называли богоносцем и наоборот. Иногда решали, что он вымышлен и в реальности не существует. Начинали какие-нибудь галлопирующие реформы без оглядки на него, но быстро расшибали от него, приходя к выводу, что что-то все-таки тут есть. Он не раз отступал под напором своих или чужих захватчиков, но всегда возвращался с победой. Своей гигантской супермассой глубокий народ создает непреодолимую силу культурной гравитации, которая соединяет нацию и притягивает, придавливает к земле, к родной земле, элиту, время от времени пытающуюся космополитически воспарить. Народность Что бы это ни значило, предшествует государственности, предопределяет ее форму, ограничивает фантазии теоретиков, принуждает практиков к определенным поступкам. Она мощный аттрактор, которому неизбежно приводят все без исключения политические траектории. Начать в России можно с чего угодно, с консерватизма, с социализма, с либерализма, но заканчивать придется приблизительно одним и тем же, то есть тем, что собственно и есть. Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно, тире уникальное и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, попутно ему, а значит не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно. В новой системе все институты подчинены основной задаче доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами. Различные ветви власти сходятся к личности лидера, считаясь ценностью не сами по себе, а лишь в той степени, в какой обеспечивают с ним связь. Кроме них, в обход формальных структур и элитных групп работают неформальные способы коммуникации. А когда глупость, отсталость или коррупция создают помехи в линиях связи с людьми, принимаются энергичные меры для восстановления слышимости. Перенятые у Запада многоуровневые политические учреждения у нас иногда считаются отчасти ритуальными, заведенными больше для того, чтобы было, как у всех, чтобы отличия нашей политической культуры не так сильно бросались соседям в глаза, не раздражали и не пугали их. Они как выходная одежда, в которой идут к чужим, а у себя мы по-домашнему. Каждый про себя знает, в чем ходит. По существу же, общество доверяет только первому лицу. В гордости ли никогда никем не покоренного народа тут дело, в желании ли спрямить пути правде, либо в чем-то ином, трудно сказать, но это факт. И факт не новый. Ново то, что государство данный факт не игнорирует, учитывает и из него исходит в начинаниях. Было бы упрощением сводить тему пресловутой в вере доброго царя. Глубинный народ совсем не наивен и едва ли считает добродушие царским достоинством. Скорее, он мог бы думать о правильном правителе то же, что Эйнштейн сказал о Боге и заширен, но не злонамерен. Современная модель русского государства начинается с доверия и на доверие держится. В этом ее коренное отличие от модели Запада, культивирующей недоверие и критику. И в этом ее сила. У нашего нового государства в новом веке будет долгая и славная история. Оно не сломается, будет поступать по-своему, получать и удерживать призовые места в высшей лиге геополитической борьбы. С этим рано или поздно придется смириться всем тем, кто требует, чтобы Россия изменила поведение. Ведь это только кажется, что выбор у них есть. Вот такая вот публикация. надеюсь, вы все в ней поняли и все стало сразу ясно.